Воспоминания о Куйбышеве в эпоху оттепели. В музее Алабина открылась выставка картин «Эхо Большая Волга». Инициатор создания экспозиции – внук куйбышевского художника Виктора Полякова, Георгий Калмыков. Рассказывает, многих живописцев той эпохи знал лично, когда был ребенком. Это были друзья дедушки. Воспоминания с детства и потолкнули Георгия к созданию выставки об искусстве Куйбышева 60-х. Картины собраны из разных музеев и частных коллекций. На создание экспозиции ушло полтора года. Мы начали посещать архивы, подняли огромный пласт информации и предложили заинтересованным лицам, то есть музеям, проведение этой самой войски. Мы планировали привлечь из других регионов, но решили пока ограничиться нашим куйбышевским самарским регионом. Может быть в дальнейшей перспективе и будет Большая Волга, в которой будут выставлены те самые картины, которые были в 64-м году из других регионов. Экспозиция посвящена 60-летию уникального художественного проекта «Большая Волга». Тогда было представлено 858 произведений авторов со всех регионов Поволжья. Выставка оказала огромное влияние на индустриальный куйбышев и стала мощным толчком для развития изобразительного искусства в городах на Волге. Это было беспрецедентное по масштабу, объему и по уровню профессиональному событие, которое привлекло массу людей в залы тогда художественного музея и окружного дома офицеров. Это период, когда союз художников встал на ноги и смог организовать настолько масштабное, мощное событие, которое на уровне всей страны прозвучало. Одна из представленных работ – «Будущий космонавт». Картина, которая была на той самой Большой Волге. У нее очень сложная судьба. Она путешествовала по разным музеям. В итоге оказалась на, так скажем, мусорной свалке в городе Новокурске. Благодаря музейным работникам города Новокурск она была сохранена. И вот сейчас мы можем увидеть ее. Окунуться в эпоху оттепели и перенестись в Куйбышев 60-х можно до 8 сентября. Елизавета Прокопенкова, Николай Сидоров. События.